С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. На еженедельной планерке в Рео губернатора Ненинского округа обсудили вопросы, касающиеся внешнего вида столицы региона. На Рейнмаре почтили память экипажа буксира «Комсомолец». Трагедия случилась в годы Великой Отечественной войны. Тогда погибли более 300 человек. В памятной дате приурочили торжественное открытие обновленного монумента. Награда за героический поступок. Данил Морозкин, спасший этим летом утопающего ребенка, отправился отдыхать в Сочи. Билеты и путевку подростку подарили авиакомпания «Руслайн» и «ННК». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информацию об эпидемиологической обстановке. На территории региона, по данным наутро текущего дня, ситуация с заболевшими новой коронавирусной инфекцией остается стабильна. Новых случаев заражения не выявлено. По данным окружного профильного департамента, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 297 случаев заболевания COVID-19. Общее число выздоровевших за время пандемии – 253 человека. В настоящее время на лечении находится 41 пациент. 7 получают стационарное лечение. Еще 34 человека лечатся амбулаторно. Под наблюдением на Ринмаре и поселке Искатели продолжает находиться 506 человек. Сняты с контроля с начала пандемии – 3926 человек, в том числе 50 за последние сутки. Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» завершило поставку топливно-энергетических ресурсов в населенные пункты округа по реке Печора в рамках опережающего северного завоза. В настоящее время продолжается поставка твердого и дизельного топлива в отдаленные муниципальные образования по морю. Осуществляется выгрузка угля и дров в селе Нижняя Пеша. На 18 августа назначена погрузка на судно угля, дров и бочек с нефтепродуктами, которые доставят в поселки Усть-Кара, Варандей, Варник и Каратайка. По словам главы администрации Заполярного района Надежды Михайловой, работа в этом направлении продолжается и носит непрерывный характер. Из необходимого годового объема каменного угля в 20 с лишним тысяч тонн завезено на сегодня 93% от плана. По дровам план выполнен на 92%, нефтепродуктов на 99,4% от плана. В целом, как отмечают в Заполярном районе, завоз топлива осуществляется по графику. Воскресный штормовой ветер, порывы которого вчера, по данным метеорологов, достигали в Нарьинмаре 15 метров в секунду, в очередной раз напомнили о застарелой проблеме окружного центра. Он регулярно засоряется мусором, который разлетается во всех направлениях из открытых контейнеров. К сожалению, так происходит из года в год. Стоит ветру задуть посильнее, и по городу начинают летать бумажки, пустые упаковки из-под всевозможных пищевых продуктов и прочий хлам. Будь то зима или лето, но внешний вид города этот мусор явно не украшает. Об этом, обращаясь к руководству мэрии, сегодня на губернаторской планерке сказала глава региона Юрий Бездудный. Первый заместитель главы администрации Нарьинмара в ответ пояснил, что окончательно решить проблему позволит лишь полная замена открытых мусоросборников контейнерами закрытого типа. Такие в городе уже есть. Скоро появятся еще. Буквально вчера был заключен контракт на поставку свыше 40 контейнеров 0,75 куба с закрытыми крышками и 10 контейнеров в 4 кубов для сбора негабаритного мусора. У нас складируется на вроде бы подготовленных площадках, рядом с обычными контейнерами, но укладывается навалом. Да, ну это остатки мебели, бытовой техники и всего прочего. Для того, чтобы этот вопрос решить, все-таки оттуда тоже идет разнос. Был приобретен АТП мусоровоз с задней загрузкой, который позволяет работать с такими контейнерами крупногабаритными. Мы сейчас попробуем их на практике, подготовив места для негабарита рядом с обычными контейнерами, площадками, где это возможно. Посмотрим, как они на практике будут работать и будем тему развивать. В Неницкой телерадиокомпании в июле этого года прошла масштабная модернизация оборудования аппаратно-студийного блока. Теперь программы телеканала «Север» выходят в эфир в современном цифровом формате. Накануне в нашей компании побывал временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого автономного округа. Качество шикарное стало. Телеканал «Север» теперь в цифре, а с 1 сентября его программы будут доступны и на цифровом телевидении в формате региональных врезок. Такую возможность предоставили местным вещателям компаниям, Минкомсвязи Российской Федерации и Федеральный телеканал «Общественное телевидение России». Программы «Севера» будут выходить в эфир на девятой кнопке ОТР в первом мультиплексе по будням с 7 до 8 утра и вечером с 18 до 19 часов. Цифровым сигналом на сегодняшний день охвачено более 95% населения Неницкого округа. То есть все жители округа будут видеть именно такую картинку? Да, именно такую качественную картинку. Мероприятия по модернизации регионального телевидения осуществлялись в рамках федеральной целевой программы «Цифровое телевидение» за счет средств федерального и регионального бюджетов. В июне в период навигации весь объем оборудования был доставлен в Нарьенмар. 6 по 25 июля на телеканале «Север» была проведена полномасштабная модернизация аппарата студийного комплекса. Это позволило телеканалу перейти на цифровую модель эфирного вещания. 3 августа после успешного тестирования телеканал «Север» возобновил свой эфир в привычном для телезрителей режиме, но только уже в улучшенном цифровом качестве в спутниковом пакете Триколор ТВ и в пакете IP Ростелеком. Во время встречи с Рио губернатора Ненинского округа руководитель телерадиокомпании рассказала Юрию Бездудному о новом совместном проекте с Ненинской компанией электросвязи по расширению зоны вещания радио «Север-ФМ» в сторону Харьяги. Это увеличит аудиторию радиостанций на 7 тысяч человек. Сигнал покроет не только нефтяные месторождения, но и строящуюся дорогу на регион Марусинск и Зимник. Это позволит водителям получать оперативную информацию о состоянии трассы и погоде. Глава региона обещал оказать содействие предприятиям в получении разрешительных документов на федеральном уровне. Я с удовольствием поддержу, тем более, что если мы присоединим еще 7 тысяч слушателей к радио, это будет замечательно. Уже сегодня руководители телерадиовещательной компании Ненинской компанией электросвязи провели рабочее совещание, в ходе которого решили заключить соглашение о намерениях по реализации данного проекта. В Наринмаре почтили память погибшего во время Великой Отечественной войны экипажа буксира «Комсомолец». Трагедия произошла 17 августа 1942 года. Тогда погибли более 300 человек. К памятной дате приурочили и торжественное открытие обновленного монумента. Тему продолжит Александра Литкова. Первый памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» был установлен в Наринмаре в ноябре 1968 года у здания управления морского порта. В память о трагедии, разыгравшейся 16 августа 1942 года в Баренцевом море. На БЖП-4 находились большинство заключенных на рельс строя. Это объект номер 300. И рыбаки, и охотники, и семьи даже находились. И рано утром их в остров прямо у северной оконечности Матвеева их встретила подводная лодка. Скорее всего, она их там и ждала. Расстреляв малые корабли, они в БЖП-4 запустили торпеду. И плавающих людей расстреливали из пулемётов, вручного оружия. С тех пор прошло 78 лет. Обновлённую скульптурную композицию перенесли в сквер рядом с конечной остановкой «Морской порт», где находится памятник погибшим портовикам. Памятник изменился. Он несущественно изменился, но он достойно сделан из современных материалов. Тот же памятник был сделан из кирпича и штукатуры. Поэтому большая благодарность администрации города Наринмара, депутатам городского совета, поскольку они поддержали нашу инициативу, сделали проект. И памятник на сегодня установлен здесь, в парке «Победы портовикам». Я считаю, что это достойное место этому намерялось. Памятник погибшему экипажу буксира «Комсомолец» был дополнен металлическим штурвалом. По бокам установлены столбики с цепями и дополнительное уличное освещение. Очень важно, что в ветеранской организации работают активные и неравнодушные люди. И сегодня, в день памяти, трагической памяти, связанной с комсомольцем, городской совет и Нинецкое региональное отделение партии «Единая Россия», мы подключились и сегодня мы организуем памятный обед в честь, не в честь даже, а в память о тех трагических событиях, которые произошли. Почтили память погибших и побывавшие в Наринмаре участники парусной экспедиции. По просьбе Совета ветеранов они возложили венок на месте трагедии буксира «Комсомолец» в Баренцевом море. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Награды за героический поступок. Данил Морозкин, спасший этим летом утопающего ребенка, отправился отдыхать в Сочи. Билеты и путевку подростку подарили авиакомпания «Руслайн» и Нинецкая нефтяная компания. Подробности далее. Спасить человеческую жизнь – это дорогого стоит. Ты большой молодец. В аэропорту Наринмара Данила Морозкина и его отца на отдых провожают не только родные, но и представители Нинецкой нефтяной компании и «Руслайна». Были под большим впечатлением. На сегодняшний момент это редкость таких поступков, героический поступок совершил Данила. Данила спас жизнь другому человеку. И это достойно уважения, благодарности. Когда к нам обратились в компанию за помощью организации перелета, мы с удовольствием пошли на все встречи, поддерживаем это. И с удовольствием отправим Данилу и его отца в Краснодар. С просьбой приобрести путевку для юного героя к Нинецкой нефтяной компании обратился временно исполняющий обязанности губернатора округа Юрий Бездудный. Конечно, Нинецкая нефтяная компания всегда поддерживает такие проекты. И это замечательный поступок, который совершил молодой человек. И, конечно, мы с радостью поощрили его путевкой в Сочи, чтобы он смог отдохнуть, набраться сил, энергии перед школой. И вернулся сюда 1 сентября уже для того, чтобы продолжать учебу. Учиться Данил планирует в Нинецком аграрно-экономическом техникуме. Себя он героем не считает. Говорит, так поступил бы каждый на его месте. Никаких не было вообще. Просто достал еще. Ну, потом, конечно, тело все тряслось. Ну, это уже такое. Ранее Данила Морозкина наградили почетной грамотой администрации Нинецкого округа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Можно ли летать по местным воздушным линиям более комфортно? Именно такой вопрос все чаще задают жители Нинецкого округа в социальных сетях. И речь сейчас не о самом полете из пункта А в пункт Б, а об организации специального обслуживания для особенных пассажиров. Те, кто путешествуют с детьми или кому в силу определенных обстоятельств, требуется помощь в прохождении досмотра, регистрации и доставке багажа до воздушного судна. Мы решили выяснить, создана ли в аэропорту Нарьянмара доступная среда и какие услуги предоставляются пассажирам. В утренние часы Нарьянмарский аэропорт, пожалуй, одно из самых оживленных в окружной столице мест. Десятки людей ждут своих рейсов по местным воздушным линиям. Пока-пока. Малая авиация – достаточно специфическая отрасль. Хотя бы потому, что все сумки, чемоданы и коробки, а их в села и деревни, как правило, везут много, пассажиры к воздушному судну доставляют самостоятельно. На Ан-2 и Ми-8 нет багажных отсеков. А потому все, что улетающий везет с собой, классифицируется как ручная кладь. Вот сейчас я поехала собирать морожку. Вещей у меня с собой не очень много, но, как видите, у людей по несколько сумок. И люди едут с детьми. Поэтому не очень удобно, потому что не как в самолете. Положил на транспортную ленту, у тебя багаж доехал до грузовика, они уже в самолет это все погрузили. Здесь все приходится делать сами. К таким особенностям жители Ненецкого округа уже давно привыкли. Однако бывают случаи, когда процедура регистрации и посадки на борт превращается в настоящий квест. Чаще всего с неудобствами сталкиваются мамы с детьми. Об одном из таких случаев сообщили уполномоченному по правам ребенка Галине Гуляевой. Ко мне обратилась мама ребенка-инвалида, у которого как раз там целый комплекс. Она озвучила мне тех проблем, которые необходимо решать. И одна из них была связана с тем, что она, когда была очередной раз на Ринмаре, она столкнулась с тем, что в аэропорту с ее ребенком ей было крайне тяжело. Ей не помогли. Она была с сумками, с багажом, с больным ребенком. Как оказалось, что, оказывается, вот это все надо заявлять заранее, либо уже на входе в аэропорту привлекать персонал, который очень отзывчиво и очень оперативно реагирует на такие просьбы. Мы решили провести эксперимент и узнать, какую помощь могут оказать сотрудники аэропорта. Сразу скажу, то, что будет происходить дальше, не постановочная съемка. Никто не был предупрежден. Мы обратились к начальнику отдела службы перевозок. Елена Девущак рассказала, что нужно сделать, если при вылете пассажиру потребуется помощь. Эта кнопка предназначена для вызова сотрудников аэропорта, для оказания помощи пассажирам, которые требуют повышенного обслуживания. Итак, после того, как мы нажали кнопку у входа в здание аэровокзала, проходит пара минут, и к нам выходит агент службы перевозок. Галина Загоруйко выясняет, какая помощь потребуется. По легенде, нам необходимо отправить пассажира с ограниченными возможностями. В общем, если пассажиры с ограниченными возможностями физическими, ну, помогаем, вот это как бы услуга такая, по пантуцу. Если он без сопровождения, мы без сопровождения. Нам еще сказали, что на вашу помощь могут рассчитывать не только те, кто пассажиры с ограниченными возможностями, но и, например, мамочки с детьми. Ну, да, конечно. Конечно, бывает же, они с багажом много, и маленькие детки вот совсем ручные, как бы такие младенцы. Мы помогаем. Через несколько минут у входа в аэропорт появляются грузчики с инвалидной коляской. В сопровождении агента службы перевозок по оборудованному пандусу отправляемся проходить досмотр и регистрацию. Сейчас мы видели, что пассажиру потребовалось помощь в перемещении его багажа. Сотрудник аэропорта ваш багаж возьмет, проведет необходимые манипуляции по досмотру ваших вещей, далее сопроводит вас на регистрацию. Для пассажиров, которые требуют особенного обслуживания, процедуры по досмотру багажа и регистрации на рейс проводятся вне очереди. В этом также помогают сотрудники службы организации перевозок. Любой пассажир, которому требуется помощь, это могут быть мамочки с маленькими детьми, это может быть пассажир с ограничениями жизнедеятельности, это может быть любой человек, которому необходима помощь. Мы ее окажем. То есть никаких справок здесь спрашивать не будет? Нет, никаких справок не будет, никакой взаимания платы тоже не будет. Стоит отметить, что в аэропорту соблюдены все требования по организации доступной среды для особенных пассажиров. Вход оборудован пандусами. Есть специально отведенные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто путешествует с маленькими детьми. На стенах нанесены специальные тактильные знаки для слабовидящих пассажиров. Для удобства пассажиров на первом этаже аэровокзала расположено информационное табло, для того, чтобы каждый смог самостоятельно узнать интересующую его информацию. Например, мы можем сейчас посмотреть информацию об услугах камеры хранения. Самое интересное, что экран оборудован голосовым сопровождением. Ну или, например, для пассажиров, у которых есть проблемы со зрением, есть режим увеличительная лупа. То есть очень достаточно удобно и крупно. Плюс еще есть режим контрастности. Для тех, кому по состоянию здоровья сложно передвигаться самостоятельно, предусмотрены специальные коляски. Причем сотрудники аэропорта смогут безопасно доставить пассажира и на второй этаж аэровокзала. Для этого существует специальное оборудование под названием ступенькоход. Пассажиры садятся, крепятся сюда, фиксируются ремнем. На втором этаже для удобства пассажиров с детьми оборудована комната матери и ребенка. Эта услуга также бесплатна и предоставляется родителям малышей до 7 лет. В помещении есть санитарная комната с санузлом и ванной, пеленальный столик, спальня с детскими кроватками и игровая. «Предоставлена игровая комната, манеж для самых маленьких, для детей постарше мы можем предоставить стол, карандашики, книжечки, раскраски, конструктор, игрушки все обрабатываются». Комната матери и ребенка работает ежедневно с 7 утра и до 3 дня. Для посещения специализированной комнаты необходимо лишь пройти визуальный осмотр у медика. Так что если вы путешествуете с ребенком, вам необходима помощь при погрузке багажа или по состоянию здоровья вам сложно передвигаться самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью, вам ее обязательно окажут. Сообщить о том, что вам потребуется специальное обслуживание при перелете, можно при покупке авиабилетов в кассе местных воздушных линий, либо непосредственно в день вылета. Полный список оказываемых услуг для категории пассажиров с повышенными потребностями представлен на официальном сайте avianau.ru во вкладке «Правила». Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.